Имеет ли кто неочередное право в получении муниципального жилья? Я отвечу вам сейчас на этот вопрос, потому что я не могу сказать, что я конкретно уступила в себя на это положение. Хорошо, в принципе, да. Главное, что есть такие категории, кто имеет право в нечередном получении жилья. У вас четко практически кто? Четко практически, да. Есть обращение, да, пожилая женщина, больная, да, она обращалась к вам по поводу получения очередного жилого, это самое, муниципального жилья из манерного фонда, да. Вы ее направили собирать документы. Она ходила, собирала документы, еле ходит. Ну, прошла, как говорится, все эти пункты, где нужно было собрать, время потеряла, здоровье. Ладно, собрал документы, приходит к вам, приносим. Вы их почитали и говорили, пишите ответ, что согласно какому-то такому-то вы не имеете права на получение неочередного жилья. Что, нельзя было сразу увидеть и сказать, что она не имеет этого права? Я сейчас не буду говорить о ее категории, да, почему она именно обратилась. Но этот человек ходил, в очередь, собирал документы, она мне звонила, я приходил к ней, она со слезами сидела и говорила, ну, зачем меня просто вот так гонять? Не могли бы мне сразу сказать, что я не подхожу под эту категорию? Почему так произошло в произведении? Я обязательно могу сказать, что я с тобой пригласил со своими сотрудниками, что так и большинство. Да не с тобой пригласил, вы не пригласите, к ней приехали, извините, слышали в ней. Хорошо, хорошо пригласим. Я думаю, что вы знаете, как у меня приехали, да? Нет, не знаю.